Доброе утро, моя любимая страна! Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром! Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Тема сегодняшней передачи – бешенство. Вирус бешенства, который в наше время, время, когда технологии шагнули очень далеко, и скоро мы будем летать на Луну, но вот лечиться данное заболевание пока мир не может. Ни одна страна в мире не может вылечить данное заболевание. Возникает вопрос, как же защитить себя и своих питомцев от данной болезни? Основным видом защиты в наше время является вакцинация. Поэтому вакцинация – это номер один по защите в мире людей и животных. Если мы говорим о вас, владельцах, которые имеют своих питомцев, питомцы кошки, собаки, хорьки, мышки, крыски, хомячки, ежики, они могут быть заражены вирусом бешенства, если они контактируют с больными животными. Где эти животные? Конечно, в нашем городе и вообще повсеместно заболеть таким заболеванием сложно. Но все-таки бывают питомцы, которые были на охоте, были где-то на выезде, потом эти питомцы приехали к нам во двор, гуляют с нашими собаками, и в этот момент они могут передать со слюной данный возбудитель. Поэтому вакцинируйте животных – это первое. И второе, как правило, в каждом эфире я показываю какие-то фото, видео. С учетом того, насколько тяжело проявляется данное заболевание, сегодня видео не будет. Почему? Потому что смотреть на то, как погибает животное в тяжелых муках, наверное, будет неправильно. Поэтому сегодня подсказка для вас такая – пользуйтесь и знайте. Вакцинируйте животное от неизлечимого заболевания. И еще одна подсказка для вас. Данное заболевание можно диагностировать, то есть поставить диагноз только посмертно. То есть мы врачи, если у нас есть подозрение на определенное заболевание, то или иное, делаем анализы. В отношении бешенства все по-другому. Наша задача – умертвить данное животное, сделать трепанацию мозга и отправить мазки отпечатки в лабораторию, где и проведут исследование на данное заболевание. Либо в лабораторию отправить труп, чтобы там лаборанты сделали данное исследование. Поэтому при жизненной диагностике тестов, анализов не существует. Поэтому данное заболевание в этом и коварно. Что чаще всего об этой болезни, инфекции и инфицировании владельцы, люди, животное узнают намного позже, когда помочь нельзя. Поэтому еще раз вакцинируйте животное от бешенства. Это защитит вас и ваших питомцев. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно же, ваши животные. Всех благ и хорошего дня!